Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 31 июля, день Емелиана, назван честной данностью святого мученика Емелиана, было поднято жестокое гонение на христиан. По всему царству римскому было разослано приказание, чтобы христиане без милосердия отдавались на разные муки и жестокую смерть. Емелиан вошел в языческий храм и все там разбил и ушел. Язычники пришли в ужас и схватили безвинного, жестоко стали избивать. Видя все это, Емелиан признался, чтобы из-за него не убили невинного. Сегодня уже было заметно, что дни стали намного короче, а ночью уже прохладно. С этого времени начиналась заготовка на зиму, поскольку было большое количество фруктов, ягод, овощей. К этому времени оканчивалась сжатва. Серпы выкладывали в форме круга на сжатой полосе, приглашали священника, чтобы отслужил молебень и осветил инструменты. Серпы уносили домой и хранили до следующего года. После нескольких недель напряженного труда лучшим отдыхом считали баню. Сегодня парились с вениками, сделанными из ржаной соломы, трав и полевых цветов. В саму баню входили с поклоном, чтобы задобрить банного духа. Так народ избавлялся от усталости, накопившейся во время жатвы. Приметы. Сегодняшний жаркий день предвещает холод в декабре. Если листья березы к сегодняшнему дню пожелтели, начиная с макушки, осень будет ранней. Еловые шишки находятся только на верхушках деревьев. Морозы будут не раньше января. В этот день подводили итог наблюдением за погодой в течение всего июля месяц. Что ж получается, вещь полезная раз, а есть ее надо очень умеренно. Вот что касается кулинарии, когда мы в бульоны добавляем всякие коренья, ну тут конечно действительно надо запомнить и просто брать у знакомых с дачи или на рынке, потому что действительно очень вкусный всегда ароматный этот бульон. А сока мало надо пить, так его с чем-то смешать надо? Для того, чтобы использовать сок корня петрушки, кстати из зелени сок давится довольно-таки плохо. Лучше всего вот такие вот сокровожималки давят с помощью центрифуги сок из корней. Поэтому его просто-напросто берем не более 30 граммов и смешиваем с соком морковки. Вот с соком морковки он идеально смешивается, только естественно морковки надо раз в 5 больше и пьется. И сейчас мы с тобой сделаем такой сок и выпьем, чтобы ты убедилась, а как же он летит. Кстати, свежий сок петрушки обладает свойствами, способствующими кислородному обмену в организме и поддержанию здорового состояния почечников и щитовидной железы. Видишь какие там еще вещества? Это очень важно. Кислородный обмен это наша молодость, здоровье и иммунитет, это жизненная сила. Если кислородный обмен у нас слабенький, то что делается? Естественно организм становится чахлый. Вялый, усталость и хочется все время спать. Более того, а комплекс различных микроэлементов, которые входят в петрушечку, в его корень, способствует тому, что укрепляет кровеносные сосуды, стенки укрепляет. Да! Кстати, и особенно знаешь, как есть кровеносные сосуды, можно так сказать, это артерии, это вены и капилляры. Так вот, капилляры имеют артериальный конец и имеют венозный конец. И сок петрушки как раз укрепляет артериальный конец, что особенно верно. Это получается, что те, у кого часто бывают синяки, скорее всего, имеют капилляры, которые требуют сока из корня петрушки. И витамин ПП как раз их укрепляет, который здесь содержится. Но мы будем делать с корой, правильно? То есть мы не чистим ни морковь, ни корень петрушки, потому что все микроэлементы полезные в коре, мы их с помощью центрифуги переработаем в сок. Да! И поэтому возьмем, смотри, сколько мы, мы возьмем немножко. Немножко. Вот столько. Взяли. Так. И возьмем морковки вот на эту часть, вот столько морковок. Хорошо. И тогда это будет все нормально. И сделаем сок. Давайте. И выпьем с тобой. Сейчас, конечно, мы сделаем. Это очень радует. И выскажем свое мнение. Хорошо. А стоит ли его пить? Моток от лента. Первым давим сок. Будьте здоровы! Спасибо. Первым давим сок. Петрушка. По-моему, совсем чуть-чуть. Хорошо. Подрежем больше. Угу. Пошло дело. Опа, пошло. Опа. Здесь, Танюша, важно понимать, что корни должны быть неподвялые. Если они подвялые, у них содержится мало влаги и они, ну, давятся, как вот сейчас у нас не совсем хорошо. Ну, тем не менее, они давятся. Поэтому... Стаканчики, вот, смотрите, прозрачные. Прозрачные стаканчики. И мы наливаем. Опа. Ну, прям как бармен. Да-да-да-да-да. Кстати, вот когда наливаешь так, энергия от высокого переливания, ну, в смысле кинетическое, переходит в воду и делается более энергетическим напиток. Ясно. Это очень важно понимать. Так. И возникает у меня самый главный вопрос, потому что морковные соки это в нашей стране уже, ну, я так понимаю, люди попивают и все как один попивают с капелькой масла. Никаких капелек масла не надо, я считаю, что это большое заблуждение для того, чтобы просто-напросто еще к морковному соку нам продать какое-то масло, сливки и так далее. Я надеюсь, ты не в положении? Нет. Все. А почему вы надеетесь? Может быть, наоборот, я надеюсь, ты в положении. Так. Ну, морковь, во-первых, слышится, конечно. Ну-ка, давай. Ты бы скажешь свое мнение. В отличие от морковного сока, этот очень ароматный. Очень ароматный. 29-й лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияют на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нагрузки, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги. Как вы прожили этот лунный месяц? Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malaho Pro. Доброго здоровья и до новых встреч! Продолжение следует...